Всем привет, друзья! Сегодня 29 апреля, замечательная погода, солнце наконец-то 16 градусов, мы кайфуем и решили поехать на тропу здоровья, погулять. Эта тропа 8 километров, очень клево, мы на ней уже не раз были, очень разнообразная, там и озера, и разные деревья, и лиственные, и сосны, ну в общем очень круто, такая разно-ландшафтная. Заехали сейчас подкачать колесики на Circle K, так сказать, в дорогу подстраховаться, так что смотрите нас дальше, покажем, что будет дальше. Смотрите, кого мы встретили на дороге, я специально остановилась, чтобы заснять это прекрасное чудо, он переносит ее по дороге, класс, природа. Друзья, мы приехали на место, здесь такая тишина, поют птички. Нам пошло где-то от нашего дома 40 минут, в принципе, это недолго, 53 километра вроде. Вот, тут всякая информация есть, и на русском, и на эстонском, и на английском. Центральный полигон оборонительных войск и расширенная опасная зона. Вот, здесь вся информация, как идет эта тропа, что можно, что нельзя. Там вот туалетик можно сходить, вот столько машин уже, столько людей гуляет. Ой, птички, не знаю, слышно ли вам, как они щебечут. Ой, здорово, сейчас пойдем. Вот, туда надо будет идти. Запаслись едой с собой, компотиком, потому что длиться все это будет около 3-4 часов. Так что надо будет пообедать, перекусить. Ну вот, мы уже немножко прошли, буквально чуть-чуть. Вот, выходим на такой мостик с речкой. Очень живописно. Да, здорово, жалко немножко, конечно, что еще нету листьев на деревьях. Сейчас по-своему такой, свой пейзаж нарисовывается. Да, по-другому. Уже классно осознавать, что не за горами лето. И скоро будем кайфовать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Находясь здесь, у меня сейчас ощущение, что мы вообще вдвоем только в этом мире. Никого вокруг нет. Представь, попробуй представь. Подожди. Смотрите, идем, идем. И случайно нашли в ямке лисичку. Что-то же случилось. Неужели кто-то ее убил. Что думаешь, это животное или человек? Ну, человек вряд ли. Вообще непонятно. Но выглядит она довольно свежая. Да, свежая. Относительно. Но может... У нее начала смотреть шерсть вырастать. Линять. Линять, да, наоборот, наоборот. Желко. Как красиво. После зим. Подходим к озеру. Уже там вот виднеется. Вот, подошли мы к берегу. Смотрите, какая красота вообще. Поднимаемся на небольшую горку, чтобы посмотреть вид сверху на озеро. Там с другой стороны еще одно озеро. Да, сейчас дойдем до него. Смотрите, друзья. Дерево выжженное снутри. Как думаете, что это такое? Может быть, это молния его ударила? Напишите в комментариях, как такое возможно. Идем ко второму озеру. А, как оказалось, тут еще второй подъем нас ждет. Сейчас будем преодолевать. Вот мы поднялись на гору. Сейчас нам нужно будет спуститься вот туда, через этот бурелор. Да ладно, шутка. Конечно же, нет. Ну вот, мы подходим к озеру второму. А там спереди привалочный пункт. Ну, там уже дофига народа. Да, надо занять места. Ну, я думаю, мы там присесть, похавать наши булочки сможем. Перекусить. Люди активно здесь отдыхают. Делают себе какую-то еду на огне. Смотрите, сколько тут лягушек мы откопали. Вон тут, да. Вон тут, да. А, здесь солнечные травмы. Они тут, им потеплее тут. Смотрите. В общем, лягушка меня просто резко, неожиданно, как схватит со всей силы мою руку. Это вообще, я так испугалась. Я думала, как сейчас скустят меня. Нашли местечко, где можно сейчас присесть. Никого нет. Супер. Андрей решил полежать. Это просто божественно. Покажу, что мы взяли с собой. Взяли яички вареные. Андрей взял пару пирожков. И манго. Ммм, вкуснотища. Столько много здесь лягушек. Так круто, обожаю. Смотрите, какая большая. Смотрите, я еще нашла какую улитку. Ну что, ну что, передохнули, идем дальше. Сейчас мы здесь. Идем так, походу, куда-то сюда. Блин, я тут такое увидел. Сейчас, пойдемте, покажу. Это просто жесть. Это что, динозавр? Смотри. Здесь так сложно пройти. Это лось? Андрей, дай посмотреть. Иди туда, вперед. Ребят, посмотрите, что мы нашли. Посмотрите, и другие ноги, и вот там, и там челюсть вторая лежит. Думаете, как это так произошло? Думаете, как это так произошло? Кто его убил? Сегодня какой-то просто детектив. Удивительно, что это произошло, что ты хочешь сказать? Вон, здесь видно, как ему кости перегрызли. Брюхо вспороли, наверное. Стукой шерсти, обратите внимание. Вот эта вся шерсть вокруг его лежит. Поразительно. Кошмар, конечно, но что поделать? Такова природа, выживает сильнейший. Добро пожаловать в мире животных. Теперь идем, приближаемся к третьему озеру. Очень такое, наверное, самое большое здесь. Гранд Лейк. Гранд Лейк. Сейчас, вот она. Красиво блестит вообще, она в солнце. Вода. Классно, что везде приходится пересекать всякие мосты, речки. Переходить мосты. Да, очень разнообразно. Пересекать речки. Тропа, на самом деле. Подъемы, спуски. Вдоль озера идешь, Клайв. Здесь нам показывают, какие растения растут. Около озера подняют и кувшин. Фух. Готовьтесь, что вам предстоит подниматься и спускаться по горкам на этой тропе. Вот снова подсказки, какие у нас растения тут растут. Тут такое еще болотистое место. Могу сказать, что это моя самая любимая тропа в Эстонии. Напишите в комментариях, какая ваша любимая тропа, если вы из Эстонии. Если не из Эстонии, то на каких тропах вы были. Напишите, какая больше всех вам понравилась. Мы сейчас поняли, что мы прошли лестницу. Каким образом, не поняли? Не увидели, потому что должен был быть спуск вниз к озеру. Но как-то что-то мы пропустили. Поэтому не удалось вам показать. Но здесь везде красота. Да, здесь и без нее классно. Да, ничего тут не потеряешь. Там виднеется еще одно озеро. И каждое озеро здесь имеет название. Не помню, сколько их здесь. Четыре, пять. Сейчас было бы летом, и мы бы искупались бы. Так, сегодня растения калы растут здесь. Как красиво, посмотрите. Столько озер. Эта тропа, получается, проходит вокруг озер. И с каждой стороны можно подойти, посмотреть. Открывается разный вид. Просто, просто красота. Скажите, в вашей стране так же? Так же красиво. Вот здесь нам показывают, что в озере водится вот такая рыбка. Это получается окунь, а это золотой когр. Не знаю, как переводится. Ой, не золотой, а серебряный. И озеро называется Лина-яр. Лина, в переводе с эстонского... Как было? Лен. Льняное озеро. Да. Вот такое название. Мы вышли из леса. Нам осталось до финиша буквально пару километров. Мы здесь уже сколько идем? Часов? Ну, два с половиной. А, два с половиной. Четыре, говорю. Два с половиной – это без остановок, как бы. Да. В общем, офигенско. Шесть километров. Я не очень устала. Андрей, побольше устал, ты же в квартире все-таки. Да. Нет, нормально? Просто, ну, мне жарко, тепло. Меня так подразморило на солнце. Да, погода вообще супер. Очень повезло. Тепло. Можно спокойно брать плед, поваляться. Так что, друзья, рекомендуем посетить эту тропу. Напишите потом обязательно в комментариях, понравилось ли вам. Не забывайте, конечно же, ставить лайки, подписываться на наш канал, писать комментарии. Ну, а мы погнали дальше. Мы сейчас стоим на холме, а вот оттуда мы пришли, пошли вот так, вот так, вот так, и через лес, большущий круг, и сейчас мы стоим здесь. Здесь, фух, классный, классный был поход. Вот такие тут дыры по всему полю. Ну что, друзья, вот мы и пришли на финишную. Пошло у нас 3,5 часа, 8 километров, вся эта тропа. В принципе, я не устала. Ну, как бы нормально, в меру. Так что попробуйте свои силы тоже. Всем пока.